Следуем белый вазик с лесом. Главное за день, размытые дороги, черные лесорубы и медаль для Гамбоевы. Сегодня же принимайте решение организовывать нормальное функционирование перехода. Переделать. Мэр Улан-Удэ недоволен качеством ремонта дорог. Если дальше будет продолжаться, будем думать о эвакуации людей. В Иволгинском районе люди покидают свои дома из-за паводка. Вы смотрите новости на АТВ. В студии нам жил Коновало. Здравствуйте. О главных событиях прошедшего дня расскажет Чингис Ачиров. Светлане Гамбоевой присудили госнаграду. Бурятской лучнице вручили медаль ордена за заслуги перед отечеством первой степени. Напомню, Светлана вместе с Еленой Осиповой и Ксенией Перовой завоевала серебряную медаль Олимпиады в командном турнире. Спортсменка получила от Бурятии сертификат на двухкомнатную квартиру, полмиллиона рублей и пожизненную выплату 24 тысячи ежемесячно. В Бурятии черные лесорубы устроили гонки с лесниками. Опасная погоня произошла в Тарбогатайском районе. Сотрудники Заудинского лесничества обнаружили автомобиль, груженный древесиной. Заметив лесников, нарушители решили скрыться. Они двигались на большой скорости и неоднократно создавали аварийные ситуации. Следуем беный вазик с лесом. Здравствуйте. Здравствуйте. Камеру, пожалуйста, уберите. Выходим. Ну я выйду, выйду. Выходим, выходим, граждане. Камеру, уберите. Фамилия, ваше имя, отчество. Фамилия, имя, отчество. Камеру уберите, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество. Не надо меня, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество. Садитесь в него. Камеру уберите, пожалуйста. В него садитесь? Черными лесорубами оказались двое жителей поселка Николаевский. Нарушители вырубили сосны в защитных лесах. Ущерб лесному фонду составил около 50 тысяч рублей. Все материалы переданы в МВД для возбуждения уголовного дела. Искусственная собака Меулан-Уденко не видит одним глазом. Об этом рассказали родные девушки в соцсетях. Напомню, пострадавшая уже 8 месяцев находится в Москве. Сейчас у Татьяны временный перерыв в лечении. Профессор, который оперирует Таня, ушел в отпуск. В связи с этим у нас временный перерыв. Танюшу и тетю Ларису пока что выписали, но они будут находиться в Москве и ждать госпитализации. А пока лето, прогулки, новые впечатления от столицы. Друзья, спасибо вам, что вы до сих пор рядом с нами. Всем привет от Танюши. В комментариях под постом один из пользователей спросил, как обстоят дела со зрением. Один глаз не видит, второй пока законсервирован, ответили родные. Добавлю, сейчас объявлен сбор средств на операции по реконструкции лица девушки. Оказать финансовую помощь можно по реквизитам, указанным на экране. Жители Баунтовского района поили непроверенной водой. В сельском поселении для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд использовали скважину без лицензии и санитарного заключения. В дело вмешалась прокуратура. В результате проверки суд обязал местную администрацию получить лицензию на право пользования подземными водами и санитарно-эпидемиологическое заключение. В сотых кварталах вновь размыло дороги. Местные жители в соцсетях жалуются на опасную проезжую часть. На присланных снимках видны огромные ямы, дыры и разломы. Городские власти, в свою очередь, пообещали провести восстановительные работы, цитата, через несколько дней. В столице Бурятии продолжается ремонт дорог. Под обновление попали 29 участков общей протяженностью 33 километра. К работе приступили еще в феврале, а до сдачи объектов осталось меньше двух месяцев. Накануне Мэру Ланудэ Игорь Шутенков оценил качество дорог. Проверка прошла не совсем гладко. Всему виной примечания и недочеты подрядчикам. Например, невыполненная отсыпка грунта по краям дорог и тротуаров, а также недоделанные съезды и примыкания. Я везде проехал, посмотрел, разрыв тротуаров идет. Когда примыкание будем делать, тротуары будем отпиливать и уже плавно подводить. Приступить не можем, дождь пройдет 5-4 километра. Здесь очень не сможет. Почему? Полнообразность подъезда для мамы, а как мы обеспечим? Ну, а тут пили, вижу, и пили. Перед выходным сделаем интерес полностью. Сегодня делайте. Ну, там что-то тротуары потом уже. Ребята, вы видите, как машина едет? Машину берите. Какие выходные? Максим, это должно было в первую очередь сделано быть. Смотри. Сегодня делайте. Все хорошо, я сегодня вечером приеду, посмотрю. Люди откуда сейчас выйдут с коляской. Да не с коляской, просто старичок или старушкой. Как они будут все переходить? И сюда куда они придут? Вот сюда. Вот сюда никуда придут. Никуда. Вот это безобразие. Сегодня они не справились. Тут будет полка врезаться, посадочная площадка. Подождите, что значит будет врезаться? Люди сегодня приезжают, сегодня на трамвайах ездят. Сегодня же принимайте решение организовывать нормальное функционирование перехода. Строительство ведется благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Всего же на обновление выделили около 700 миллионов рублей. Более 100 тысяч жителей Улан-Удэ могут остаться без горячей воды. И снова по Вене ТГК-14. Сегодня городские власти провели экстренное совещание по готовности к отопительному сезону. Оказалось, ТЭЦ-2 абсолютно не готова к грядущим морозам. Мы их за два часа полностью пролезли, но пройти не получилось, потому что они в таком состоянии, что там можно только пролезть. Они все грязные, там не нужно быть каким-то огромным специалистом, понимать, что запорная арматура, которая должна быть к этому времени отремонтирована, к ней не прикасалась рука человека. В итоге сотрудники администрации Улан-Удэ нашли 28 нарушений, и это лишь по части работ, которые нужно было выполнить до конца июля. Кстати, согласно отчету ТГК-14, тепловики уже отремонтировали котел станции номер 3, отремонтировали запорную арматуру и провели котлочистные работы. На деле ничего этого нет. Сегодня комиссия оформила акт об отсутствии готовности ТЭЦ-2 к зиме. Отопительный сезон начнется в сентябре, но котлов у нас не два там, к счастью, котлов больше, поэтому они будут устранять замечания. Мы будем совместно со всеми контролирующие органы от них это требовать, но я думаю, совместными усилиями все-таки мы благополучно войдем в отопительный сезон. Отмечу, сейчас под угрозой отопления всего Октябрьского района Улан-Удэ, а это более 100 тысяч человек. Следующий выезд комиссии запланировали на начало сентября. К этому времени тепловики должны будут устранить все замечания. Если в Якутии главная беда – огонь, то в Бурятии – это вода. Зам. предправительства республики Петр Мордовской накануне выезжал в Иволгинский район. Ситуация с паводками там максимально напряженная. Большая вода вынуждает людей съезжать из своих домов. Подробности расскажем прямо сейчас. В этом доме не живут, да? Сейчас они съехали. Сейчас нет уже, с утра мы уже задолбились, стучались. Вода неумолимо забирает у людей их дома. Отступать стихия даже не планирует. Виктор Санкт-Петербург, это пункт временного размещения. Не, ну вопросов нет, у нас все есть. Если людям негде жить. В основном, я думаю, что здесь… В школу разместим пока. В любом случае у людей есть где проживать. Да, 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 есть. Пока с этим не обращались там. У нас дополнительный офис, туда население идет. Туда население идет, мы там записываем полностью все данные людей. Вот здесь вы видите, по этому руслу начала подтапливать. Мы ночью перекрыли. Вот сейчас основной поток воды на подтопление. Конечно, надеяться будем, что там вода спадет. Но, по крайней мере, если дальше будет продолжаться, будем думать о эвакуации людей. У нас сегодня ликвидируется чрезвычайная ситуация на территории Закаменского, Джидинского района. Вот в воскресенье глава республики Алексей Самбович вылетел с команды Закаменский, Джидинский район. Сегодня уже на комиссии по предупреждению о ликвидации ЧАЭС будет принято решение. Резолюция главы уже есть о выделении финансовых средств людям, пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации. Стоит отметить, что о паводках в ДФО высказался председатель прав комиссии по ЧАЭС на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Обсудим с главами регионов ситуацию по каждому населенному пункту. Задача федеральной власти – помочь регионам, чтобы все это не легло на местные бюджеты. Юрий Трутнев отметил необходимость упрощения механизма получения субсидий для пострадавших от паводка на Дальнем Востоке, чтобы люди как можно быстрее получали компенсацию за утраченные имущества. Илья Балханов, телекомпания АТВ. Это еще не все. Смотрите сразу после короткой рекламы. А вот начинается аттракцион. Дело в кустах. Опасные места на дорогах города. Да, у меня пять короткометражных фильмов о каждом источнике. Развивает туризм в Бурятии. Предприниматели получили гранты на 4 с лишним миллиона рублей. А вы знаете, что под скамейкой змея? Нет. Осторожно клубок. Как не стать жертвой укуса змеи? Ну, считай, русский медвежонок в 8 классе. Мечты, цели и достижения. Чем гордятся и к чему стремятся улан-удэнцы? Шокер. Цена в Абсолюте. Салфетки влажные Аура со скидкой 60% всего за 61,99. С заботой. Ваш Абсолют. Оптика СССР представляет. Коллекцию очков 2021 года. Мировых брендов. Создай свой новый мир. В очках от оптики СССР. Будьте яркими. Будьте стильными. Ваша оптика СССР. Ничего не видно. Невозможно ехать. Кусты в человеческий рост. Такие сообщения мы получаем от вас почти каждый день. Все дело в погоде. А точнее в обильных осадках этим летом. Из-за них растительность вблизи дорог растет как на дрожжах. Мы решили сами выехать на опасные участки. Где следует быть особенно осторожными, расскажет Анастасия Левина. К нам очень часто звонят в офис, пишут в директ нашего инстаграма о том, что очень много растительности вблизи дорог, что затрудняет видимость. Когда мы сделали опрос, нам написали, что это практически везде. Поэтому мы решили сами выехать и посмотреть, действительно ли это так. Вот, например, один из участков. Вот такой куст. У меня со стороны водителя справа не видно вообще ничего. И таких мест, на самом деле, в городе очень-очень много. Ну, здесь, понятно, у нас по правой стороне деревья. А вот начинается аттракцион. Вот такие вот огромные просто кусты. В половину человеческого роста. Вот этот вообще человеческий рост. Вот как, объясните, как ехать? Смотрите, мы с вами проезжаем. Здесь мы должны уступить дорогу тем, кто едет справа. Кстати, видимость затруднена, приходится притормаживать. Хорошо, никого нет, едем дальше. Здесь точно так же, что по правой, что по левой стороне. Огромные кусты. И здесь мы также должны уступать дорогу. Так, смотрим, должны притормозить. Обзор затруднен. Следующий перекресток. Хорошо, удачно проехали. И, собственно, по всей вот стороне, по левой стороне можете посмотреть так же. Вот такие вот замечательные кустики. Вот еще одно место. Подъезжаем. Здесь у нас прямо пешеходный переходик. Пожалуйста, улица Буйко. Вот такая вот трава высокая. Прямо перед пешеходным переходом. К сожалению, в текущем году возникла такая ситуация, что выпало большое количество осадков. И дождливые дни, они перемежаются с солнечными. В связи с чем, большой прирост биомассы зеленых растений, травы, в том числе кустарников и деревьев. Если раньше мы подрезали, у нас был для подрезки один день в неделю всего выезжали бригада, то в этом году мы работаем в режиме шестидневной рабочей недели. Некоторые участки мы подрезали уже по два-три раза. Ранее хватало нам подрезки один раз. Естественно, в первую очередь постригаются магистральные дороги. То есть дороги, это не значит, что центр города, это те дороги, у которых высокий трафик автомобилей. Также первоочередное внимание на социальные объекты, это школы, детские сады. А сейчас на ваших экранах топ опасных мест с плохой видимостью из-за кустов и другой растительности от наших подписчиков. Конечно, повлиять на погоду и растительность мы не можем, но если у вас есть обращения на эту тему, можете оставлять их на сайте активный гражданин. Новые курорты, фермерские хозяйства, экологические тропы, экскурсии и многое другое. 12 предпринимателей нашей республики получили гранты на развитие своего дела. Именно в сфере туризма. С двумя из них сегодня встретилась моя коллега Мария Масканян. Как им помогли деньги, выделенные государством, смотрите в следующем сюжете. Баня, беседка, благоустроенная юрта. Да, у меня пять короткометражных фильмов о каждом источнике. Это Булат и Александр Гармаевы. Один успешный фермер, второй известный фотограф. Молодые люди просто однофамильцы. Связывает их другое. Желание развить туризм в Бурятии. В прошлом году оба предпринимателя получили гранты от Министерства туризма по 250 тысяч рублей. 250 тысяч, доля личного софинансирования 500 тысяч рублей. То есть суммарная стоимость 750 тысяч рублей. На эти средства мы построили Бурятскую юрту. Туристам мы прилагаем спектр услуг. Этот спектр услуг направлен на оздоровление организма. На время принятия этих процедур туристу будет предложено проживание в наших благоустроенных юртах, принятие процедур. Пока Булат вкладывается в свое дело и развивает хозяйство, Александр на выделенные деньги рекламирует лечебно-оздоровительные комплексы Бурятии. Это неизвестные минеральные источники, бальнеологические курорты, малоразвитые еще. У меня 5 короткометражных фильмов о каждом источнике. То есть как добраться, доехать, история создания вообще, что люди увидят, получат, что можно вылечить и многое другое. В прошлом году на конкурс грантов Минтуризма Бурятии подали 99 заявок. 12 из них одобрили. Авторам проектов выделили более 4 миллионов рублей. На местном, локальном уровне уже ведется работа для поддержки таких авторов, как я. Я надеюсь, в дальнейшем, что и другие ребята будут получать. Очень важно получать такие суммы, потому что это позволяет запланировать съемки и выехать. Банально. То есть забросить технику, передвигаться, оплатить катера, еще что-то. Отмечу, все 12 проектов реализуют до конца этого года. Мариам Восконян, Жаргал Ирденеев, телекомпания АТВ. В Бурятии все чаще появляются истории об укусах змей. Теперь неожиданная встреча с ними может произойти не только в лесу, у водоема и в безлюдной местности, но и в черте города. Знает ли улан-уденцы, как реагировать на змей, проверила Елена Смоленская. Всем привет. Месяц назад, 16 июля, мы с вами забыли отметить, как оказалось, очень важный праздник. Я о всемирном Дне змей. Теперь обиженные виновники торжества подкрадываются все ближе к людям, чтобы напомнить о себе. Это все, конечно же, шутки, но тема действительно серьезная. Давайте разберемся, каким хлебом и какой солью нужно встречать этих непрошенных гостей. Змеи повсюду. Возле подъездов жилых домов, на детских площадках и даже возле ЗАГСов. Этим летом Бурятия переживает настоящее нашествие. Так как быть готовым к встрече с гремучей опасностью? На территории Бурятии обитают четыре вида змей, двое из которых ядовитые. Это гадюка и щитомордник. Неядовитые, полос и уши. Это щитомордник. Я знаю, очень опасные земли. Очень ядовитые, да? А вот это разбираясь змея. Знаете такое? Нет, не знаю, даже смотреть не хочу. Не знаю. Ну, ушек. У нас водится уши, змея и гадюк. Отличить ядовитую змею от неядовитой сложно, но все-таки можно выделить пару различий. Первое – в глазах змеи. Все ядовитые виды имеют узкий кошачий зрачок, а безобидные особи – круглые. Второе – в форме головы. У ядовитой змеи голова треугольной формы и значительно шире шеи. Третье – в укусе. Укус ядовитой змеи отличается наличием четких следов клыков на коже. Знают ли об этом Илана Денса? Вон там ползет, что будем делать? Поднижай. Ну, первое отсосать надо – яд. Отсосете мне яд? Прямо здесь? Сначала жгут. А я никуда не хожу, я сижу дома. А вы знаете, что под скамейкой змея? Нет. А вот еще одна меня укусила. У-у-у, какая огромная яд. Может быть, еще алкоголя выпить, чтобы продезинфицировать полностью организм? Возможно, чтобы, как бы, эти яды, это, ну, не уничтожить, а, как бы, их. То есть выпьем? Немножко. Ну, все. До вечера. Спасибо. Не поверили, что ли? Нет, конечно. А вообще много змеев в своей жизни видели? Да, гадюки. Кроме бывшей. Надеюсь, во змеи не кусали? Ну, вон там он. Ничего страшного. Все мои знания по обожде пришли напрасно. Ядовитая змея. Ла-ла-ла. Ни в коем случае нельзя, мне кажется, отсасывать этот яд. А были в вашей жизни змеи? Были. Были? Да, да. А кроме женщин? Думаю, так. Сразу обращаемся в скорую помощь. Я тоже могу показать, что нужно. Торстину выпить. Дадите? Возможно, просто легко. Больт было. Очень. И что вы сделали? Ох, люди мои дорогие, сейчас расскажу. Если вы увидели змею... Здесь тоже нет. Пожалуйста, не подходите и не пытайтесь самостоятельно избавиться от нее. И здесь тоже нет. Если она в людном месте, постарайтесь отойти и вызвать спасателей по единому номеру 112. Если же вас укусила ядовитая змея, запомните. Ни в коем случае нельзя накладывать жгут, высасывать яд, делать надрезы на месте укуса, прижигать ранку и пить алкоголь. Нужно сразу же обратиться за медицинской помощью, обеспечить полный покой пострадавшему, продезинфицировать рану, принять антигистаминные средства и обеспечить обильное питье. Я очень надеюсь, что эти правила вам не понадобятся, но знать их обязательно нужно. От себя хочу добавить. Чаще смотрите под ноги и не паникуйте, если что-то идет не так. Мы со змеями не враги, давайте помнить об этом и делать все, чтобы наши встречи были только позитивными. Купить домик на Мальдивах, получить красный диплом, открыть собственный ресторан или построить крепкую семью. У каждого из нас есть мечты, к которым мы стремимся, но ведь есть и цели, которых мы уже достигли. Сегодня наш корреспондент Валерия Роднаева узнала у горожан, чего они успели добиться в жизни и гордятся ли этим. Смотрите свежий выпуск Улан-Удэ-Лайф. Один из самых распространенных человеческих страхов – это страх не самореализоваться. Не получить желаемую должность, не заработать ценную сумму, не успеть попутешествовать или завести семью. Как побороть этот страх? Один из способов – начать хвалить себя за то, чего вы уже добились. Умеют ли Улан-Удэ-Лайф видеть свои успехи и гордятся ли ими? Узнаем прямо сейчас. Видите, каждый день выполняю какой-то новый трюк. Ты же сделал трюк на месте, потом на ходу, потом с бордюрки, потом со ступенек. И это бесконечно всегда. И поэтому я считаю это достижением. В работе все хорошо, когда в семье все нормально, у детей все нормально. Это и есть успех. Жизнь вообще прекрасна? Да. Не жалоб. Пойдет. По вашему лицу не скажешь даже? Ну, получил высшее образование. Правда, в БГУ, но зато бесплатно. Я устал просто. Обычно что делаете, когда устаете? Режим. Режим. Отдыхаем. Отдыхаем. Видите, свободная лавка. Закрывайте глаза. Спите. Вы тоже спите. Ну, во-первых, что я создала семью, что, значит, родила детей, воспитала взрослых, внуков пять у меня. У меня брак, 41 год. Чему радуетесь? Что поехали? Во-первых, завтра иду домой. Сюда. В район Курунканский. Может, там сынокозь идет, сынокозь уготовим все. Мечта номер один. Машины. Переехать жить в Европу. Какую страну, например? Германия. Гутен Морган, да? Да, наверное. А вы хотя бы немецкий знаете? Очень плохо. Ну, если что, у меня мама учитель немецкого. Ну, вы поняли, что я сказала? Здравствуйте, по-моему. Окей. Давай. Так, ну, считай, русский медвежонок в восьмом классе. Так, потом на выпускном я первоклассницу таскал. Ну, на одиннадцатом классе. Ой, это прямо очень круто, да. Я? С Владивостока. Сегодня познакомились? Да. И уже друзья? Ну да, совет. А как вы сюда попали один? Ну, вот приехал в отпуск. Решил исследовать для себя новый город. Ну, как-то захотелось бурять, в Байкал увидеть хотя бы раз. И как это вообще происходит в Синокоз? Ну, это очень тяжкий труд, конечно. Если хотите поснимать красоты, конечно, горные, озерные, степные, приезжайте в Курумканский район, село Алла, Ашаны, Улинхан, Кучигэ, Румке. Ну, если хотите, там, про природу, про деревенскую жизнь снять, там. Себя можете назвать успешным? Нет. Почему? Ну, потому что мне всегда чего-то не хватает. Ну, это же не значит, что вы неуспешен? Ну, наверное, не значит. Я успешнее, чем кто-то. Все относительно, то есть? Кто-то успешнее меня, да. Еще тогда вот облог, идеально. Поворачивать умеешь? Да. Окей, я научилась сегодня стоять на доске, это мое достижение. Так, потом еще что. А, ну, там футбол комментировал вместе с Гусевым. Так. А вы такой красивый. Спасибо, ты тоже. Понятно. Ну, вы уже добились успеха или нет? Нет, вообще нет. Добьюсь. Я вас найду и добьюсь. А, успеха? Вы инициативу проявили? Да, я. Привет, Олег, классная прическа или как это было? Нет, ну, я просто обратил внимание на то, что у меня необычная футболка. Привет, классная футболка. Да, и так и было, как раз таки. В КВН играл, в премьер-лигу два раза выигрывал на Первом канале. Вот. Права получил, вот, да. Давно, причем, 13 лет назад. На Байкал, честно, наверное, поедете, да? Да. Теперь уже есть кем. Финал комедии батла прошел. На ТНТ. Да, был такой. Серьезно? Да, серьезно было. Что ты чувствовал в этот момент? Довольный, сидел. Мечтайте, ставьте цели, добивайтесь их, но не забывайте периодически останавливаться, чтобы все хорошенько проанализировать. И ошибки учесть, и успехи принять, и сказать себе «Я молодец». Всем добра, ну а с вами была Валерия Роднаева, Булат Зандаков, телекомпания АТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте и страницах АТВ, в соцсетях. С вами был нам Жил Коновалов. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КАЧЕСТВЕННЫМИ ОЧКАМИ БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ВАША ОПТИКА СССЭК Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин